МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 17 января в Одинцово состоялся шестой этап детских межклубных соревнований по картингу. Более 10 московских и областных спортивных клубов выставили участников в четырех категориях. Межклубные соревнования проводятся уже 18 раз, но за многолетнюю историю турнира в Одинцово впервые. Сегодня в программе «Время спорта» участники и организаторы расскажут о своем отношении к экстремальному, скоростному и престижному виду спорта – картингу. День состязания выдался снежным. Пока рабочая бригада расчищала трассу и готовила технику к старту, юные гонщики играли в снежки. Турнир обещал быть непростым – не только из-за погодных условий, но и растущей конкуренции. В шестом этапе межклубного детского состязания по картингу среди лидеров немало одинцовских спортсменов. В прошлом году здесь гонок не было, картодром развивался. И очень неожиданно для нас, что в нашу тусовку картинговую влилась громаднейшая команда из Одинцова, потому что клубы начинают развиваться постепенно. А здесь клуб сразу стал одним из самых массовых. Наверное, это послужило одной из причин, что соревнования проходят здесь. Большое количество участников. Всем было просто интересно, где они тренируются. Трасса небольшая, трасса очень компактная, но те, кто занимается этой работой здесь, действительно вкладывают много средств и сил для того, чтобы здесь в этом районе картинг рос, процветал. Это самые массовые соревнования. Соревнования на самом деле любительские. Большой спорт, он, к сожалению, на сегодня не так массов, а любительский спорт, с которого начинается все, это одна из самых массовых дисциплин по картингу. У нас сегодня мы планируем участие около ста детей здесь. Это спорт, который начинался с развлечения. В многих делах начинаются, многие хорошие, полезные дела начинаются с удовольствия, с развлечения, с отдыха. Каждый из них, как в свое время пришел прокатиться в какой-нибудь прокатный картодром, даже на этот, наверное, пришли, прокатились, понравилось. И появилась мотивация, какой-то стимул выигрывать, мотивация ехать лучше, быстрее. Они пошли учиться, и теперь уже они участвуют в соревнованиях. После Второй мировой войны американские летчики часто устраивали гонки на тележках для подвозки авиабомб. В 1956 году бывший пилот по имени Арт Инглс на соревнованиях представил публике простейший карт. Машину назвали тележкой. Через год была основана Гоу-карт компани, которая стала заниматься производством карт. Позже появился первый картодром. Дела компании пошли настолько успешно, что в 1960 году Международная федерация автоспорта официально признала картинг видом спорта. А в 1964 году в Риме состоялся первый чемпионат мира по картингу с объемом двигателей машин не больше 100 кубических сантиметров. Картинг уверенно зашагал по миру, а в Советском Союзе стал не менее популярным, чем за океаном. По условиям шестого этапа детских межклубных соревнований по картингу участие в нем принимают спортсмены в следующих классах. Пятерочка, боец, мастер и суперлига. Начинают младшие. Несколько кругов для разогрева двигателя и выход на старт. Под колесами снег и лед. Впереди дистанция в три круга по 300 метров каждый. Гонка проходит по овалам и конфигурациям приближенным к овалам. У нас традиционный регламент, у каждого гонщика по 4 заезда. Разные стартовые позиции, меняются они машинами. С разных стартовых позиций задача приехать первым. Кто больше очков набрал, тот поднимается на подиум. Конечно же мы как организаторы подпринимаем все меры, чтобы было безопасно, чтобы это было интересно. Но автоспорт тем и зрелищен, что все проходит на грани. В каждом клубе, ведь это не просто соревнования детей, которые шли с улицы. Это детские межклубные соревнования. Межклубные соревнования это дети, занимающиеся в московских и областных клубах. В каждом клубе преподают технику безопасности, преподают основу управления. То есть даже самые маленькие дети, они что-то в этом понимают. То есть они понимают, что такое безопасность. Сначала им рассказывают, как себя вести. Только после этого они начинают набирать скорость, начинают бороться за победу. Советский картинг развивался почти одновременно с Заокеанским. Первой карты соорудили единомышленники Юрия Мелехова, которые трудились в Центральном клубе ДСААФ СССР. Машины представили на состязаниях мотогонщиков в 1961 году. Благодаря своей простоте и зрелищности, картинг стал одним из самых популярных видов спорта. Излюбленным местом состязаний были аллеи лужников. Появились и первые звезды картинга – Янсанс, Рейнхольц, Лапиниш. Стараниями латвийских спортсменов в 1962 году в Риге состоялись первые всесоюзные состязания картингистов. А уже через год в Москве прошел чемпионат СССР по картингу. Для советской ребятни были открыты 5000 секций при школах и станциях юных техников, в которых занимались картингом свыше 130 тысяч человек. Отличие зимнего картинга от летнего покрытия трассой. Зимой это снег и лед, по которому спортсмены едут на шипованной резине. Писаться в поворот и уважать соперника на трассе не всегда удается, но участники заезда в классе «пятерочка» стараются это сделать. Победителем первого старта стал Руслан из Одинцова. Гонщик сразу вырвался вперед и не оставил соперникам никаких шансов. Трасса хорошая очень. Мне очень нравится, когда снег, лед. Поэтому я и выиграл. Сейчас задача не скорости, а именно, наверное, в осторожности. Сегодняшний секрет – это аккуратность, помноженное на мастерство. Да, мастерство уже может быть и в 5, и в 7 лет победа должна быть заслуженная, должна быть уважаемым соперниками. Любые толчки, выталкивания – все это не спортивно. То есть здесь они должны корректно, чисто и красиво выигрывать. Очень важно попасть на отработку. Здесь будет ускорение. Этот поворот дальше едет, в принципе, у всех неплохо. Там посередине стараемся зацепиться внутренними колесами. Вот видите, снег именно внутри. Здесь машину развернуть, чтобы попасть на снег. Среди гостей состязание тренер Одинцовского картинг-клуба Иван Якельчик – многократный призер всероссийских чемпионатов мастер спорта по автогонкам. В 2015 году Иван стал бронзовым призером чемпионата России и показал лучший результат среди россиян на мировом турнире по картингу. В перерывах между стартами Иван дает свои рекомендации малышам-картингистам. Впереди еще несколько заездов, где можно подправить личный результат. В первую очередь это психология. Потому что если у тебя нет побед, ты начинаешь сдуваться. Это у большинства детей. То, что становится менее интересно, я еду в конце, зачем мне это нужно. В первую очередь нужно преодолеть это. Победы начнутся тогда, когда ты начнешь себя верить. Начнешь стараться работать. То есть в первую очередь это психология. Дальше это физическая составляющая. Насколько ты подготовлен. Потому что если у тебя не будет хватать силы повернуть руль, то ты никуда не приедешь. Ну и третье это просто, допустим, у детей. Это слушать тренера. Потому что в начальной стадии обучения это нужно самое важное. Это траектория, торможение. Если все это внимательно слушать, то будет получаться. Ну и много-много практики. Очень сильно развивается автоспорт вообще в России. Это приятно очень. И в особенности картинг. Очень много спортсменов едут в Европе, показывают хорошие результаты. На Европейской арене, на чемпионатах мира. Поэтому это здорово. Спортивный картинг открыл немало звезд мирового автоспорта. А с картов начинали лидеры Формулы-1. Михаил Шумахер, Фернандо Алонса, Мико Хакинин. Редкий мальчишка не мечтает стать автогонщиком. Спортивный картинг подразделяется на международные, национальные и любительские классы. В Одинцово картинг появился сравнительно недавно, но уже есть своя команда и ее успехи в спорте. Безусловным лидером 18-х детских межклубных состязаний в категории мастер является ученик 11-й гимназии гонщик Апрель Хасанов. Ну я хотела сначала мото-гонками, но родители меня отдали в автогонки. Ну мне нравятся машины тоже. Тебе что было интересно в первую очередь, когда ты здесь оказалась на картодроне? Ну во-первых поездить, как бы драйва получить. Вот это самое интересное, наверное. А не боялся ты скорости, руля, например? Почему? Ну нечего бояться там, вообще никак. То есть ты же не ездишь там, например, по шоссе на этом карте. Даже если ты вылетишь, ничего страшного не будет. Ну вот сегодня, от чего ты ждешь от соревнований? У тебя есть план к сегодняшним соревнованиям? Есть, получить первое место. Как ты будешь к нему идти в первое место? Всегда буду приезжать. В каждом заезде в первом году буду приезжать. Этот волнительный и стремительный картинг, автоспорт – дело затратное. Экипировка, техника, тренировки – финансы немаловажны в становлении спортсмена. В Одинцовском клубе картинга планируется открытие бюджетных групп для детей из многодетных семей. Мы планируем курс, мастер-класс для детей из многодетных семей и малоимущих. Я думаю, что будет более правильно, мое личное мнение, это сделать, когда будет тепло. Потому что не хочется, чтобы дети заболели в первую очередь, потому что зимой достаточно холодно. И им будет намного интереснее, потому что за снежной трассой – это тяжело. Инструкторы уверяют, в карту может сесть даже трехлетний ребенок. Правда, при условии, что за рулем будет родитель. К управлению машиной допускаются дети ростом от 125 сантиметров. Самым юным участникам 18-х межклубных состязаний по картингу 5 лет. И они уже грамотно вписываются в крутые повороты. Возможно, для кого-то это спортивное мальчишеское увлечение станет делом всей жизни.